Здравствуйте дорогие друзья! Чтобы рассказать про первый псалом нужны сутки, но мы попробуем в 5 минут наших вставить. Первый псалом как бы вводит нас во всю книгу и говорит о том, что такое счастье человека, на каком пути его можно достичь. Так что можно сказать, что всю книгу Тигилим, как и первый псалом, открывают слова «счастлив человек». Ашри, аиш, ашар. В жизни каждого человека бывают моменты, когда он нуждается в советах. «Счастлив тот, — говорит царь Давид, — кто в случае, когда ему нужно решить какой-то вопрос, слушает не злодея советов, не следует злодею советов, а злодеи, кстати, это те, кто осознанно не считается с духовными законами, с мнением Бога, с положением Торы, а слушает совсем других людей. Вообще первый псалом связан с асферой Кеттера, это царский псалом. Корона — это асфера желаний. Поэтому говорится в книге Шемуш Тигилим про первый псалом, с этого начинается. Что хочешь здоровья — читай Тигилим, особенно первый псалом. Хочешь денег — читай Тигилим, в том числе первый псалом. Нам нужно увеличить свой сосуд, в который может зайти браха от Бога, а псалмы — это то, что чистит сосуды. Книга Шемуш Тигилим говорит о том, что первый псалом — это уникальная защита для беременных женщин, в первую очередь, от выкидыша. Мы не будем говорить, что, почему. Раньше даже писали себе такие амулеты. Но в наше время люди просто читают этот псалом, особенно женщины, чтобы все прошло благополучно, и считается, что это очень серьезно влияет. Еще говорится о том, что первый псалом мистическим образом останавливает кровь. Когда у человека какое-то кровотечение, он что-то не знает, что происходит, читать первый псалом — он останавливает кровь. Очень, повторяю, важен для беременных женщин. Есть еще какой-то такой интересный, Раф Пацановский писал, что, в книге Пардес Йосиф, что в первом стихе Тигилим царь Давид как бы охватывает все периоды жизни человека. Счастлив человек, который не ходил по совету грешников до детства, на пути нечестивых не стоял в зрелые годы и в собрании насмешников не сидел в старости. Здесь запрятана градация зла. Раби Авраам Ибн Эзра в комментариях к этому стиху говорил, что вина, стоящего на пути нечестивых, больше, чем идущего по совету грешников. Но самая большая вина — сидящего в собрании насмешников. Бывает, что человек ошибся, доверился кому-то, что-то сделал, согрешил. Ну, вот это бывает, это наименьшее. Но его вина тяжелее написано, когда он начинает упорно отстаивать позицию грешников, утверждая, что так и следует поступать. А самое тяжелое, когда он уже сидит с ними, смеется вместе с ними и уже являются неотъемлемой частью этого сообщества. Сказал Раби Шамон Ветпази, нарушение тянет за собой, нарушение, говорится в нашей книге. Если ходил по совету грешников, то в конце концов будет стоять на счестивых и так далее. Это цепочка. Мы, надо понимать, это пагубная цепочка, которую царь Давид говорит и умоляет разорвать. Написано, кстати, если насмехался, это самое худшее из всего. То один понесешь вину, Мишлей пишет. Какой смысл один понесешь вину? Объясняет Веленский Гаон, что если там сидишь еще и насмехаешься, кроме всего, то один не только несешь вину за себя, а за все, что говорили в этом окружении все эти люди. Сказал Раби Яханан, что каждый псалом, который особенно любим Давидом, начинался со слова «счастлив». Первый псалом начинается со слова «счастлив человек». Другого такого псалма нету. Нам намекают на то, что, представляете, это самый любимый псалом самого Давида. Насколько же это великий. На иврите существует два слова, означающих благополучие. Одно из них «ошер», «ашер» да, а второе «цлаха». И Мальбим говорил, что когда «цлаха» говорится, это в основном, когда о материальном, заработке, здоровье, дети. А «ошер» да «ашер» соотносится с миром духовным. Поэтому псалом этот здесь говорит «счастлив человек», он говорит «ашри аиш», то есть о духовном плане. Злодеям такое счастье не дано. Конечно, в жизни случается, мы видим процветающих каких-то не совсем хороших людей. Но написано, что это мы видим в кусочке своей жизни, своим недуховным зрением. А дальше написано, что все это мякино, которое он носит ветер. Это мусор неустойчивая вещь. Наступят времена в этом мире или в будущем, написано, когда злодеи не устоят. Посмотрите, сколько мега-успешных или мега-богатых людей рухнули за последнее время, когда казалось, что они башня незыблемая. Лучше произносить написано псалмы, когда у человека неприятности, не дай бог, в зависимости от 3, 7, 10, 13, 17, даже 40 раз в зависимости от сложности проблемы. В книге Милей Адевот, Раби Ицхак Изволожина, объясняет слова писания на Тигелин, на посидел, как на смешников не сидел. Написано, что даже если ты сидишь вместе, до того уже ушли эти насмешники. То есть это грязное место, но обязательно влияет на человека. Рассказывает, что Хазон Иш как-то шел с одним из близких учеников. И вдруг остановился возле дерева, говорит, здесь стояли двое и делились друг с другом словами Торы. Он говорит, откуда вы знаете? Он говорит, здесь есть свечение. Праведники это видели. Жизнь без учета духовных законов ведет в пропасть. Счастливый, говорится здесь, это значит вовремя понявший это, изменивший свое расписание. В нем время духовной составляющей становится, увеличивается. Мудрецы говорили, счастливый, значит свободный от возможности, от власти греха. Он может себя остановить, чтобы применить себя в духовности. Человек все-таки существо духовное. Можно иметь сокровища мира и не быть счастливым. Великий царь Давид передал нам первый псалом. Он говорит, что он отражает всю ось противостояния добра и зла. Пророк говорил, что благоденствие на земле, это не всегда то, что мы видим кусочком. То, что мы называем благоденствием, не всегда такое. Нечестивых ждет горькая участь. В отличие от твердо стоящих на земле, они, как написано, не устоят. Поэтому...